Деньги Но в любом случае, конечная цена для украинских потребителей не должна быть выше, должна быть на уровне соседних стран, таких как Польша. И в результате предоплаты за этот месяц не сделаны, и с 1 июля «Газпром» официально сообщил о прекращении поставок на Украину. Впрочем, пока украинская сторона заверяет, что транзит газа в Европу продолжается в полном объеме. Но она по-прежнему желает выяснить отношения с Россией в Стокгольмском арбитражном суде. Вот, знаете, очень любопытно, а с кем она будет судиться, если Рада примет закон, которым на Украине будет запрещено название «Россия» и его производные в применении к нынешней Российской Федерации. Будущий закон так и называется – о запрете использования исторического названия территории Украины и производных от него слов в качестве названия или синонима Российской Федерации. Использование такого названия для обозначения современной территории Российской Федерации или любой ее части. Ну, понятно, что, наверное, любимую гоголевскую Малоруссию запретят. Вот, получается, и Белоруссию тоже. Вообще, эта идея настолько абсурдна, что даже трудно представить, как будет выглядеть применительная практика. Однако ведь от Рада всего можно ожидать. Они, знаете, слово «чашка» могут запретить или «лето». Но законопроект о запрете России фракции радикальной партии уже внесен, и я не удивлюсь, если осенью он будет успешно принят. Вообще, власти Киева и депутаты, и чиновники, а в первую очередь президент, больны какой-то новой опасной болезнью. Вот, чтобы не было, главное побольше как-то вот болтать, вот разные ерунды вести, фургу с умным видом. Это, наверное, такая новая форма имитации деятельности. Субтитры сделал DimaTorzok